итак друзья сегодня я еду в абхазию у нас получается 4 ноября попробую нормально проехать посмотрим как она там чем что будет вот ребят сейчас вот еду вчера дали неправильно деньги ребят снимал оказывается снимать по три тысячи а так если сразу там 20 забьешь тебе дадут по 5 тысяч рублей а чего в абхазии с ними делать непонятно вот сейчас еду менять помельче здесь нигде не поменяешь вокруг прошел садик администратор нет никого нет ничего не меняют сейчас по заправкам проеду еще поменяли перед абхазии я тут пять километров от границы друзья также такие дела ребят и все ребята посмотрим как там живут в абхазии как путешествие друзья и все друзья устал уже маленькую пробочку пока еще мы в россии участвуют на развороте пойдем поменял ребят деньги хорошо на заправке на одной хотя бы десяточку поменяли мне а то прям вообще сложно здесь с финансом поменять что-то так что остальные ладно уже тут что-то останется может быть не столько и хватит не знаю сколько тут не буду может быть и немного может больше еще поставил навигатор на 150 километров до сухума прям туда сразу попробую проехать свою как там может что-то заверну купить симку может прям так поеду навигатор поставил сразу же чтобы он работал уже яндекс потому что с интернет отрубится все друзья посмотрим я так примет абхазия погода и хорошая ребят уже от 18 градусов тепло сегодня 4 еще раз говорит 4 ноября вот так вот еду на круговое движение и поворачиваю сторону абхазийской границы и и вот ребят сразу попал в пробку до границы на километр показывает 3 часа ехать 150 километров там дорогу не очень хорошая это на рафтабанов нету сейчас простоять я ребят немножко и проспал опять встал получается почти там 5 утра немножко поработал там смонтировал видео для вас потом всем чем-то лёг опять спать и уже встал только в 9 сейчас ребят 10 начало 11 видите здесь пробка мне говорили что надо пораньше пересекать границы но я думаю сейчас же косни сезон я думаю сейчас это гораздо быстрее пройдет ну вот пробочка пробочка в общем то есть по-любому хотя сможет достаточно быстро сказать проходит даже больше будет осматривать с россии страны россии чем быть страны абхазии даже посмотрим много машин на абхазских ребрах на российских едут туда все наедут в абхазию смотри ребят стою здесь на границе прямо от дома видно сдаются в аренду продажи кучи квартир продают здесь прямо в адлере вот перед границей продажи аренды вон написано телефон прямо на балконах висят вот так вот что здесь творится вообще конечно все машинах ребят столько машин едет в абхазию с разными регионами абхазские 26 99 93 8 123 кого только нету друзья уже все уехал граничный контроль вот опять пробище здоровое вот ребят так проходит граница вот я уже почти подъезжаю итак ребята одну часть границы наконец-то прошел это заняло где-то час 15 вот сейчас еду к другой части границы мне вам подсказал какой-то абхазец что вы идите туда где там русские номера быстрее проходит это я достаточно долго проходил вот сейчас еду на другую часть границы все вроде нормально сейчас сейчас из-за каникул ребята очень долго все проходится и вот ребята мы видно выезжаем уже в абхазию знаки стоят вот граница абхазской пошла уже я уже отключил интернет меня быстро обгоняют даже еще на абхазских номерах как я понимаю какие болтные номера то 3 е 545 круто и так ребята все прошел границу в абхазии прошла прохождение границы вообще одна минута один проверяет типа паспорт только даже ничего не спрашивать не водительский ничего другой такой багажник секунду глянул и все будет проезжай в общем вообще все моментальными за минуту абхазская граница российский подочная будет и все друзья я объезжаю сейчас тихонько надо конечно посмотреть уже магазинчики пошли пока тронусь это подальше остановлюсь ребята я в абхазии вау сухом 107 километров классно гагра 26 гал 183 все друзья жалко ребят у меня просто . скинули мне по google навигатор придется мне лучше конечно по яндексу приехать чтобы не нарушать а то здесь штрафы такие у них хорошие придется по google ехать а то место кинули точку источников не хочу просто теряться чтобы как-то туда приехать еще попробуем так ребята абхазия так это достаточно красиво интересно что так приятненько на машине еще не было в абхазии конечно другие ощущения думают на машине потому что когда ты сам все хозяин это конечно классно они там привязан к автобусам еще к чему-то заправки у них конечно все такое раздолбанное так это может здесь только не знаю может быть заправки такие опа видите меня уже пошли обгонять на абхазских номерах ну ладно я сильно нарушать ничего не буду скоростный режим тут правда не знаков ни хрена пока нету сколько тут ехать у них не задали тоже 90 посмотрим как тут обстановка будет месяц ребят 100 километров 150 170 даже того места куда сейчас еду вот я пока не буду к нигде заезжать а специально прям прям проеду прям до искорящих сточек а там уже разберусь там симку куплю все адаптируйся уже на обратном пути на посмотрю все городочек какие-то и там катаюсь вот автомойка такая самообслуживание смотрите что вокруг абхазия сейчас границу проходил ребят достаточно нормально качестве за 20 минут проходит но видно народу очень много а вот у них подороже на 1 сторонних рубеж 53 стоит не зря я заправил дороже чем в крыму очень стоит 2 бензин я заправил по 47 получается вот для целый бак на 600 километров в принципе 53 рубля ребята конечно в турции 65 по моему что в общем такие вот цены так что здесь чуть-чуть дороже когда в украине примерно вот видите опа много зель залетит здесь быстро едет все меня уже пошли обгонять это на краснодарских номерах интересно пока на российский мрак все едут быстрее виду же и кто-то знает здесь поспокойней себя чувствует я на первый раз поэтому конечно меня все тут дико инку и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друг за другом едем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, мы въезжаем Субтитры создавал DimaTorzok Я вроде не в потоке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видео что-то за разрушили здания Это будет стообразно Субтитры создавал DimaTorzok Торговый центр Не забывайте Первое место Перевильное место Экскурсия Атус Мы здесь были где-то в 13-м, плюс-минус или 12-м даже, отдыхали несколько дней у камер в Абхазии, но без машины, правда. Ну да, все, ребята, на русских номерах машины стоят, полет заставляют здесь, или, может, водители сидят ждут, пока очень не понял, что-то здесь продается. О, какая красивая бертиница, ребята, не успел вам показать, какой-то отельчик. Дороги, кстати, друзья, такие достаточно неплохие, так что не скажу, что здесь прям вот как-то все плохо. Но здесь зимы, как помимо, такой нету резкой, поэтому тут дорога-то так остается нормальной. Эти баймочки, уже, конечно, у меня таким летом пахнет, 19 градусов температура сейчас. Да, вот у меня машины стоят на русских номерах, тоже все тут, не знаю, не оставляют, не оставляют. Ну-ка, водителя нету, друзья. Не знаю, говорит, не оставляй машин, только на платных. А, ну, видно, тут остались просто нафотографироваться, вот, видите, местечко здесь красивое такое. Все здесь встают, пофотографироваться. Все, понял. Да, красивое такое. Ну, ладно, я на обратном пути, пока не буду останавливаться. А, вот сразу пляж, друзья, вообще красиво, пляж начинается прям. Гостиница. Да, тут прям отлично. Сразу прям дорога идет на пляж, конечно, здесь машин поменьше. В Адлифе-то вообще там еще найти надо, парковку, чтобы все отстать. Тут все попроще гораздо. Вставай, иди купайся. Как я понял, тут здесь вставать, наверное, нельзя. Вот, надо заехать, где-нибудь машину оставить, чтобы купаться. Вот, видите, какие-то крутые такие дома стоят, даже хорошие, новые, свежие. Райды, как это называется. Вот, строится что-то. Там где-то висела продажа. Опа, я попал на красный светофор. А, мне надо сейчас уходить будет. Я даже здесь прокачусь, боюсь, здесь все по городу. А, нет, нет. Мне прямо. Это красный был налево. Мне прямо можно ехать, тогда по городу прокачусь. Я еду по навигатору, друзья, по гуглу, но поставил место еще в России. Поэтому мне сейчас сбивать его нельзя, потому что интернета нет, сейчас я его не поставлю. Придется помаслить, потом ехать. Да, вот, много машин. Опа-па. Ох, отели какие красивые стоят тут на горах. Кавказ. Опа, как они тут гоняют. Я еду 45, сейчас по городу я не выйду. 50 можно, а я вот летит, наверное, все 70-90. Вот мы с вами проезжаем кадры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В магазинчике интересно, даже, чтобы посмотреть, зайти. Через 600 метров поверните налево. Че, хана! Интернет, АТК, телефон. Смотрите, передо мной, ребята, Лексус едет в 123 регион. Красивая. Красивая. Нет, такие, ребята, хорошие, прям есть. Симпатичные. Какие тут построечки-то. Все в горах. Ох, сухумское пиво. Блин, прям машины на бордюрах у них стоят. Прикольно так. Видно, школа. Поверните налево. Затем поверните направо. Через 150 метров поверните налево. О, кинотеатр такой старый. Тут бибель весь вообще не работает. Да, вот. Поверните налево. Затем поверните налево. Агротримные такие. Едем по побережу, столько уже. А вот сим-карты продаются. Ладно, пока не буду. А позже сим-карты возьму. Крутое джипы. На абхарских наберах. Так, друзья, продолжаю репортаж. Пока едем вот по деревне. Посмотрите, здесь какие пейзажи. Конечно, непривычно так видеть все машины на абхазских наберах. Хотя много очень, говорят, джипов, ребят, много очень. И на обычных наберах. На российских. Я говорю, тут не боятся больно ездить. Нормально. Видно, мы уже привыкли. Вот, слушаешь, всякие. В общем, как на что попадешься, как мне, ребята, объясните. Как попадешься. Вот, поэтому я решил все-таки на машине поехать. Такого прям криминала нету. Посмотрим. Тем более у меня машина, кажется, не новая. Там не за 5 миллионов. А за 1 миллион 100. Поэтому, думаю, будет все нормально. Так, школа. Кстати, школа такая свеженькая, ребят, смотрите, новенькая прям. Конечно, здесь как справа-слева съезжаешь, дорога такая уже вся убитая, разбитая. Но потихоньку, значит, будем ездить. Типа дорогого центра. Много, конечно, всего закрытого. Какие-то автолайны, автобусы. Продукты. Столовая. О, Дэн написано. Видно, Дантист, друзья. Такая вывеска интересная. Магазин цветов. Сейчас мы уже из города выезжаем. Мойка, шиномонтаж. Понятно. Конечно, такие старые постройки. Весной киоск. Как, ребят, какие-то, видно, такие более современные магазинчики появляются разные. Сейчас, наверное, туда где-нибудь беккере увижу прям. Булочные. О, столовая. Объявление прям висело, ребят. 350 рублей в сутки. Такие вот тут есть нюансы, цены на экскурсии. То есть, наверное, на проживание. Экскурсии не знаю, сколько здесь стоит. Пока еще не спрашивал, не посмотрел. Опа, ребят, смотрите, когда прям... Какие там дома прям стоят разрушенные, как после войны. Вон, видите, немножко видно отсюда. Прям как будто под обстрелом было. Вот, видно вам. Вот, ребят, там, как после обстрела там дома. Ай-ай. Да, такие здесь домики-то прям старенькие-старенькие. Как-то мы встречались в Израиле. Наш грузин вез такси. Вот он рассказывал, там он за один день буквально отсюда уехал. А вот попутчик ждут. Из Абхазии буквально. А то, говорит, меня бы убили, говорит. Поэтому там за секунду, говорит, успел, говорит. Потом в Москву уехал, а потом уж улетел в Израиле. Как вот они уезжали. Интересные истории разные. Так. Да, вот 92-й, ребят, 53 рубля. Да, дизель тоже 53 рубля. Так, слушайте, такая аномальная заправочка. Азит называется. Вполне даже себе симпатичный. Кофе там дают. У меня пока полный бак. С России. В общем, как в Крым тоже ехать. Там по 49 в России заправляются. Здесь тоже все с полным баком из России. Ну, хотя цена такая. Хотя разница сколько, в принципе. 6 рублей, в принципе. Так даже немало. 6 рублей. Если здесь 53, говорю, что в Турции где-то 65-67 бензин стоит. Конечно, это уже не евро, там, не 90. Или там не евро 20, как там в Европе. Где-то более-менее. Такие деревни шишки идут. Хорошие. Псахар-то. Как от дерева начинается. Вон какой старый. Машина-то, говорит, вообще в 70-е году. И тут какие-то раритеты. Есть. Так, вот такая реклама. Перекусить. Ой-ка. И вот едем дальше. Уже выезжаем. Пока еще дома идут по берегу. Ну вот он, конечно, даже не подождет, чтобы там проехать. Он просто выйдет сразу и все. На машине. Все, у них тут пара в руки, видно, дешевые такие. На абхазских номерах. Здесь, конечно, ребята, шестерки. Сейчас видел 21-ю Волгу. Вообще крутяк. Такие Глентваген тут угоняют. У меня уже один Глентваген такой обошел. Прям моргает. Что-то типа тут пропусти. На абхазке интересно, конечно. Дома такие старенькие стоят. Даже не знаю вообще, здесь какое-то новое строительство есть. Интересно, какие-то дома новые строят. Или в старом только живут какие-то, может, квартиры. Так, магазинчик. Везде лежачие полицейские. Чтобы, видно, не разгонялись сильно. Лаваш, хлеб. Понятно. Так, у них 50, я 55 еду, ребята. Надо аккуратить, хотя еду в потоке, в общем-то, так. Гостевой дом. Много всего. Там есть такие Toyota Crown на абхазских номерах. Магазинчик, ребят, заедем. Посмотрим, что тут купить рядышком. Ребят, я прям как в Гоа попал. Коровы на дорогах лежат, конечно, прикольно. Прям как в Гоа вообще идешь. Только на машине едешь на своей. Вообще-то не ощущение. Ух ты, памятник Ленина стоит, друзья, какой-то ободранный весь. Магазин оказался закрытым. Сейчас что-нибудь другое заеду. О, пост ДПС. Где-то здесь написано. Только где, пока непонятно. Может, убрали у них все посты-то. Сим-карты здесь. Ага, вон она. Пока без Сим-карты. Рица. 40 километров. Ребят, конечно, красота. Здесь, смотрите, какие горы шикарные. В тумане все вообще. Просто бомба. Здесь природа дикая. Вау. Вон, видите, как они гоняют. На Лексусе поехал, на абхазских номерах. Сплошную пересек. Он, гляжу, и других пошел обгонять. Круто здесь, вон. Коровы ходят, где хотят. Вон, она населить дорогу вышла. Смотрите, что творится вообще, конечно. Крутяк они тут. Блин. Непонятно, как тут ее объехать-то. Круто здесь, вон. Мосты. Вот меня, видите, обгоняет. Сплошная, не сплошная. Абхазец. Большая красота здесь. И вот тоже с этой стороны так же. На дыгейских номерах обогнал. Видно, они тут хорошо ездят. Хотя уже 70 езжу. И вот, друзья, пробочка. Написано ДПС. Видно, какая-то проверка идет. Местный ДПС. Вот видно, у них каждый регион. Гагра, потом, наверное, Питсунда. Везде проверяют ДПС. Знак стоп. Как, в принципе, даже тоже. Взгуа сравниваю. Взгуа тоже там регион. Переезжаешь тоже там проверки. Да, вон Гаичник стоит. Вот, ребята, тут такие дома встречаются. Интересно, заросшие. Наверное, раньше это был какой-нибудь придорожный отель. Видите, я здесь около дороги остановился. Тут магазинчик уже 50, наверное, проехал. Надо что-нибудь куснуть немного, кофе попить. Одел с собой рюкзак. В общем, как в Испании, ребята. Рюкзак с собой, все вещи, чтобы все было нормально. Сейчас зайдем в магазин. Итак, друзья, проехал еще вот один городочек. Гадаути, по-моему, называется. Вон, видите, какие там дома стоят такие развалившиеся вообще. Конечно, просто пипец. И, друзья, стоит, значит, заправка одна нормальная по 53. Другая стоит заправка такая у себя, ну, заерзанная, в общем, такая убитая. Старая. Написано бензин 92-й 42. Представляете, по 42 рубля даже здесь бензин есть. Я, конечно, думаю, что на ней, наверное, заправляться не стоит. Вот все это и есть такое. Интересно. Рядом стоит этот, как его называется, бак. Ну, вот эта машина, забыл, как называется, где бак топливный. В общем, с баком. Фургон. И, видно, топливо разливают. Уже написано дизельный топливо. Прямо, видно, разливают. Прямо продает по дороге. Вот так вот. Интересно они, конечно. Так, вот магазинчик, холодные напитки. Только не хочется здесь. Ух ты, магнит. Ребята, магнит есть здесь. Смотрите-ка, магнит. Обалдеть. В Россию попал. Магнит даже есть. Классно. Да, супер. Я, кстати, видел, ребята, встроилась пятерочка. Прям уже пятерочка нарисованная. Такая новая. Все свеженькая стоит. Еще пока не запустили, но скоро, наверное, запустят. Так что, скоро сюда зайдут магниты и пятерочки, наверное. Так, тут обгон-то, видите, как вот такая она едет. Прям медленно-медленно. Обгон запрещен. Я думаю, тут запгон таяет у них. Поэтому надо аккуратненько сейчас трактор был. Я уже ждал, когда там обгон запрещен, закончится специально. Думаю, обгоню. А за мной прям едет какой-то абхазец, видно, несерпеливый. Прям в попу мне встал буквально. Вот, видно, они тут больно сильно не замечали всех вещей. Никаких не обгонов там. Тракторов по любой полосе обгоняют. Так. Вон вообще Ауди без номеров. Смотрите, как тут нормально у них. Все окей. И вот, друзья, мы заезжаем в следующий городок. Пока не понял, какой. Но въезд очень красивый и симпатичный. Как-то даже видел сейчас на европейских номерах Лексус какой-то. Кого здесь только нету. Круто он так дверки открыл. Хазец. Ребята, дорога бережья очень красивая. Конечно, такая летняя обстановка. Вот сейчас опять те же 18 градусов. Пока, надеюсь, мне еще ехать 90 километров. Может быть, даже погода повысится, еще теплее станет. Едем в сторону юга, в сторону Турции. Можно считать. Какой-то небольшой городок. Конечно, дома такие старенькие. Видно, здесь пока ничего не строится. Что-то нового, свежего. Что-то делается. Ресторанчики на берегу есть. Везде лежачие полицейские. Наверное, это правильно, чтобы не гоняли местные ребята. Сейчас меня вообще, ребята, я тут пешехода на пешеходный переходе пропускать. А у меня справа обходят. Видно, что я тут остановился, подумал. Что я тут встал-то ни с того, ни сего тут. Не стою. Пешехода пропускают. А у меня справа обходят тоже. Объехал и обогнал меня. Вообще, конечно, тут такие интересные чуваки. Конечно, фонит все, ребята, конечно. Фонит после России. Вот, видите, меня он справа обходит. Со Ставрополью парнишка. С 126-й региона тоже. Видно, я слишком медленно по городу еду. А сколько тут можно ехать? Тут, по-моему, знак 40 или 50. Куда он поехал, непонятно. Все что-то летят. О, машины почти все на российский. Синдрах, видимо, приехали. Вот такая сотовая связь. Пока не буду заморачиваться с симкой. Прокатимся. Следующий городок. Вот такие тут. Все такое старенькое. Ну, что-то, конечно, подлатали. Сделали свеженько, симпатично. Сдаются номера. Ну, где номера сдаются, конечно, там все посимпатичнее. Потому что все-таки люди на этом деньги зарабатывают. В это нужно вкладывать. Тариф конструктора, у них какая-то связь местная. Здесь искали каких-то 20 водных операторов каких-то. Не запомнил. Но, наверное, придется что-нибудь взять. Проще будет здесь. Если местная симочка будет, даже если наезд к ней. Кафе Псырцка. Вот так вот, друзья. Псырцка какая-то. Интересная. Так, друзья, у них, конечно, две полосы. Угоняют, но потом у них машина хороший. Бывает так, вроде, между годами сильно нету. Но так машин очень много прям едет. Вот видно, я сейчас еду этих с демальных источников. Как я понимаю, тоже мне до них еще 90 километров. Тут так быстро не пролетишь. КОНЕЦ 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 Я, конечно, едут постоянно за рулем. Пока вот не останавливаюсь, хочу проехать побольше. Сегодня уже... Здесь такие симпантины неплохие, тут уже горные. Как бы прямой дороги там не было, раз мы едем через горы. Друзья И друзья, смотрите, какая красота Там мост Едем в горах Такие места, ребята, здесь, конечно, красивые Дорога Идет только Видите, какой мост красивый Классный, вот уже осталось 75 километров, конечно, едем потихонечку Потому что здесь только две полосы Никаких автобаров тут нет Знаки, вон, 40 где-то 50, 70 Конечно, тут гоняют конкретно, но Вон, видите, 20 даже В суженой дороге Видно дорогу, как она Река Гумиста Как она, видно, делалась там, сколько-то лет назад Ух ты, ребята, даже Порш здесь на московских номерах Порш Офигеть, но видно нормально Так, подождите, а что тут Одна, эх ты Или там полоса другая у них есть А, нет Смотрите-ка, ребят, что здесь творится-то Ё-пресса ты Ё-моё, вот это мостик Прям буквально тютельку в тютельку Вечной славы героям Абхазии А, вон, как тут памятник какой Понятно Да, видишь, как красиво Да, интересные тут места Мосты прям узкие-узкие Видно, здесь нет бюджета Что-то расширить Что-то там подделать Все как есть Вот, смотрите, такие А, нет, уже тут Мывиска Пепси современная Полгутей проехал, вроде Я уже, наверное, где-то Почти к середине Абхазии подъезжаю Приближаюсь, точнее говоря Вон, продается 35 соток Здесь земля продается Вон, какие дома стоят Такие Мерседесы Столько здесь, ребят, крутых тачках На Абхазских наберах Вообще интересно Машины крутые А так, конечно, разруха-разрухой Ну, не все, понятно, машины крутые Ясно Так, вот мы, видно, в какое-то еще местечко заезжаем А, вот, видно, авторынок Мне кажется, наверное, был Авторынок еще будет Здесь авторынок сухой Съездить, посмотреть Ну, ребят, такие хорошие дома Прям Современные Обделанные Супер-пупер Слева Здесь отлично Так, ведется фото-видеосъемка Какие-то там тоже стоят Типа каких-то тарелочек Не знаю, как это назвать Или камер Каких-то на дороге Вот в горах Видно, за нарушением скорости Что следят Они записывают Я даже не знаю Здесь, наверное, тоже Как в Беларуси Каких-то штрафов Не собираешь Тебе надо сразу Как выезжать будешь Из Абхазии Тебе это дело Сразу предъявит Наверное, так, достойно И всего Какие есть Такие развалившиеся дома Прям пустые стоят Видно, после войны Еще остались А есть такие Обделанные Хорошие Или недоделанные Так, вот Корова на дорогах Вот еще Типа на рыночке, что ли Какая-то деревушка Приезжаем Вот видите Дом разрушенный Какие-то Видно От пуль От снарядов Всякие места На стене О, скорой помощи У меня, смотрите Какая-то современная Volkswagen Не на газеле А на нормальной машине Заправлюсь Когда дают Я кофейку возьму Себе, что ли Хотя, нет Ладно Попозже Немножко Принет Завтра Хочется Тоже, ребят Здесь Наверное, чем дальше Будет, чем дороже Не, пока, ребят Делаем 92-53 рубля Я думаю Может быть Там в сторону Грузии будет Дороже уже Бензин Кафе Раздымное пиво Отлично Сухум А, ребят Я уже в Сухум заезжаю Вон оно Когда же Уже в Сухум Друзья Вон как Сейчас с вами Посмотрим Сухум Немножко Я в Сухум Кстати В тот Свой один раз Когда был в Абхазии Сухум У меня был Мы так и не доехали За него А, вон, ребят Видно Слева Видите Авторыночек Кстати Много очень Японских автобусов Крутых Вообще Прям Таких Классных Минивэнов Потом Съезжу Сюда Посмотрю Хинкальное Кафе Так Вот Сухум Умское Пиво Вот Ребят Давайте Посмотрим Городок Как раз Мы по Цедру Сухум Нараним Аква Аква Маркет Кофе Выезжают Раз Выехал Магазин Сухум Монты Поподробнее Сюда Съездим Прогуляться Поподробнее Просто Первая Обзорная Экскурсия На машине По городу Небольшая Еще много Русских номеров Видно Тоже на источники Едут Наверное Посмотрите Какие дома Стоят Такие Размешанные После Бомбежки Такие Конечно Ремонт Никакие Не делаются Эти этажки Видно Хрущевки Наши Боюсь Видите Тоже Левая Полоса Везде Вон Друзья Видите Авторынок Справа Вон Сач Видите Крутых Тачек Стоит Видно Право Руки Они Прям Замороженные Вон А я Стоит Здесь Потом Приеду Посмотрю Опа Рейнж Регер На абхазских номерах Круто Тачины Такие Друзья У них здесь Троллейбусы Ходят Не знал Я даже Что Троллейбусы Здесь Ходят Это Как На 80-х Годов Наверное Троллейбусы Может Остались Гоняем Быстренько Какой Троллейбус Круто Уже Почти Весь Город Мы Объехали Батарейку Поменял Батарейка Села Одна Уже Сейчас Она работает Вторая Уже Вот Едем Прям К центру Туда Как Я понимаю Тоже Здесь У них Пробочки Прям Лезет Сюда На машине На Мерсе На Круту Конечно Куча Машин Прям Правой Руки Такие Они Популярные Здесь Налога У них Нет Конечно Крут Очень На Левых Рулях На Всяких Мерседес Есть Крутые Чуваки А Так На Правой Руки Стареньких Мерседес Краун Старенький Вообще Здесь 100 1000 Второй Навигатор Работает Сейчас Немножко Звук Звук Убавлю Так Пошла Пам Прубочка Кратить Зданец Тут Нам пока Прямо А вот Видно Сухумской Набережной Вот Здесь Как Я понимаю Сейчас Прогуляемся Пешеходный Переход Вот Ребят Машины Кстати Стоят И на Русских Номерах Друзья Есть Какой-то Номер Интересный Смотрите М 001 А Альфард Стоит Интересный Номер Красный Светофор Прикольно Видите На Абхазских Номерах Все Машины Интересно Хотя Вот Ребята Есть Краснодарский Гляжу Тоже Стоят Очень Много Машин На Русских Номерах Стоит Видно Люди Которые Здесь Живут Ряжем Нарабадли Мне кажется Сочи Как Все Домой Сюда Ездят На Отдых Погостить Я думаю Так Конечно Все едут На Разных Машинах Все Правые Руки В основном Видно Они Дешевые Достаточно Здесь Прям Прям Такси Правые Рули Рулит Лексус Такие Свеженькие Есть На Правых Рульх Номерах Тоже BMW Опа Он Хотел Выезжать Видно Извини Мужик Хотя Не Заметил Извини 93 Регион Это Краснодарский Край Много Разных Лексус Так Нам Налево Друзья Погром С вами Прям Проехать Немножко Хотя Там Нельзя Да Туда Нельзя Видно И Друзья Повернул Налево Три Семерки Московские Номера Хотя Давали Крыму Тоже Три Семерки Какое-то Время Не Знаешь Чьи Едем Дальше Съехали С Сухум Съездим Прогуляться Потом Я вам Покажу Подробнее О Машина Полиции Стоит Хонды Какие минивэны Стоят Классные Прям Ребята Минивэнчик Крутые Не смог Я что-то купить Ничего не было Такого Наличия Нормального В Казани По адекватным Как-то Деньгам О Какая-то Фуга Что такое Это Даже не Как это Называется Что за Марка Такие Интересные Конечно Альфардов Ребята Очень много Классных Элеграндов Вообще Минивэнов Супер ДПС Стоит Машины С мигалками Стоят Очень много Машин Полиции Стоит Сзади Меня Не стал Снимать А то Они Смотрят Так Около Машин Очень много Машин Полиции Стоит Непонятно Кто-то Приехал Здесь Справа Кто-то Приехал Полковники Разные Крутые Стоят С Кавказа Машины Видите Куча Поставлено Сегодня Какой-то Праздник Мероприятие Даже Не знаю Видишь Сколько машин Монотыка Не проедешь Спрашу Что Сегодня За праздник Такой Лада Нива 123 Ион Там Много Ребят На российских Номерах Здесь Отдыхает Можно Что-то И живет Дешево Достаточно Запчасти Все Друзья Мы Выезжаем Из центра города Поворачиваем Вон Свои Разрушенные В клеенке Здания Непонятно Все Поезжаем Так Миниотель У моря Как круто Вон Видите Он Две полосы Нарушил Поехал Прям По встречке Херачит Нормально Налево Поворачивает Обалдеть Хотя Он Знак Станет Вообще Кирпич Висит Овощи Фрукты Видите Как машинки Тут бросают Раз Прям бросили Какой-то Все Видите Заставлен Ребят Машинами Дальше Где-нибудь Древушка Придется Остановиться Наверное Угодичи Какого-нибудь Друзья Такие Вот Дома Так 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 Все А Вот Здесь Можно было Встать Ладно Поехал Уже Мимо Еще 4 Км Видите Какой дом Ребят Смотрите Интересный Шиномонтаж Ага Продуктовый Магазин Видно Мы уже За город Выезжаем Так Как Красиво Пальма Стоят У меня Обходят На шестерке Или на пятерке Не знаю Даже Крутой Чувак Дороги Кстати Вот такие Неплохие Ох Кроме Ехать Здесь За климат Нормальный Гоняют Так Они Активно Разогнался Тут Лежачий Полицейский Пипец Опа Раз Раз Такие Отельчики Стать Вполне Приличные Такие Смотрят Вроде бы Такой-то Агрессивной Обстановки Пока нет Может Конечно Пока Я еще Ни с кем Не общался Не знаю Я конечно Сильно Общаться Не собираюсь Может Или Запишу Кем-то Смотрю Не знаю Как получится Посмотрим Вот мне еще Ехать час 62 километра Здравствуйте Как вас зовут? Ада 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 Скажите Как здесь Жизнь В Абхазии Все нормально Нормально? Конечно Как вообще Здесь Туристов Много Приезжает Да Летом Нормально У нас Все Летом А сейчас Есть Но не так Как летом Конечно Не так Как много Это Куда ты Сейчас Отправить А это Это Ютуб Будет Ютуб Еще Вот И вот Ребят Такая Конфешечка Интересная Вот Видите Сейчас Мы Закрываем Все Посмотри Сколько Закрутки стоят У меня Вот Закрутки Такие Ого Это Что такое Яблоки Чуть Фейхуа А Фейхуа Да И сколько Такая баночка Стоит 300 300 Рублей Да Я просто Не знаю На машине Еду Мне Неудобно Как-то А у вас Фейхуа Фейхуа Как называется Варенье 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 Есть Да А сколько Стоит Варенье 250 Это Баночка Литровая А Литровая Покажите Хотя бы Она Не портится Если Год Стоять Ну Давай Такая Вот Кафешечка А Вот Такой Да Вкус Давайте Так Я в свою машину А то Машинку Меня не ведут Так Машина Моя Стоит Все Понятно Вот Такая Тебулочная Здесь Домик Рядышком Здесь Все Открыто А Попробовать Можно Даже А Тут Ложечка Есть Какая Такая А Прямо Попробуй Так Ребята Что Ихуя Очень Да Сахаром Килограмм На Килограмм Угу Это 250 А Если Я ее Открою Не Испортится Не Портится Год Будет Стоять Даже Открыто Без Без Холодильника Да Без Холодильника Тоже Может Не Холодильник А Пойно 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 Ну Все Вот Готов У меня Давайте Сейчас Возьму Все Поем Надо Ложку Будет А Еще У вас Номера Сдаются Да И сколько Стоит Сейчас Здесь Номера Человека Это номер Или Колька Места Человека Комната Человека А Двоем Тысячи Рублей А Это Что За Варенье Такие Интересные Компоты У меня Машину Пока Не Утащить Остаюсь Машину Меня Не Уведут Я На Машине Никто Не Возьмешь А Тут Меня Напугали Все Нормально Ой Господи Кто Это Сказал Вам Такой Тут Пока Стоишь Колеса Снимут Нет Ничего Да Сейчас Я Еще Дам Спасибо Так 500 Рублей Еще Когда Давайте Вам Просто 500 Дам Лучше В России Вообще Ездите Частенько А Для Вот Такой Вот Зимой Хотят Готовое А как Вот Вообще Для Вас Въезд В Россию Столько Годно Можно Находиться Там Конечно Свободно А Еще Не Приедете Туда Жить Жить Нам Здесь Нравится А Здесь Нравится А Вообще Что Здесь Зимой Делаете Зимой Не Скучно Здесь Нет Никогда Не Скучно Никогда Нет Дела Все Время Находится По Если Хочешь Вообще Зимой Здесь Туристов Много Опять Жда Сюда Я Участ На Границе Месяц Час Стоял Машину Сюда Еду Нормально Все Понял Спасибо А Даже Столько А Вот Эта Машина Куда Едут Туда На Источники Да Понимаю Что Здесь Еще Посмотреть Можно Есть У нас Очень Много Чего Что Смотреть Очень Много Да Спасибо И Вот Ребята Едут Разные Рыночки По пути У них У них тоже Объявление Висело Стоп Ковид 19 Ну как Ха 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 Передо мной Фура Едет Пока Друзья Не видел Ни одного Полицейского На дороге Только На этих Постах Подрезают Подрезают Обгоняют Ну понятно Вроде так Все нормально Классно Смотрятся Хорошие Свеженькие Лексусы Ну и Может Десятилетние Лексусы По сравнению С этой Разрухой Хорошие Тачки Тойоты Краун Всякие Такие Лексусы Смотрятся Круто Друзья Ха Ха Все Разруха Не разруха А тут Машины Крутые Как Ребята В 90-е Год Живу Снимаю Квартиру Комнату У бабушки Зато Езжу На Мерседес И здесь Такая же Какая-то Тема Крутые Тачки А Дома Не пойми Чего Конечно Смешно Смотрится Ну интересно Видите Здесь Куча Магазинчиков Интересных Смотрю Класс Такие Горные Речки Вообще Замечательные Прям Конечно Такой Как Не тронутая Природа Друзья О Чамчира Альон А Чамчирский Район А вот Ребят ДПС Видно Здесь Вообще Видно Спокойно Все Насчет ДПС Никого Никто Даже Не стоит У них Кстати Облдпс Ребят Битые Машины Стоят Почему-то Видно Их Там Облдпс Что-ли Сладают Что-ли Утащили Доступен Всем Очень Ребят Напоминает Конечно Этот Словой Албанию Ребят Растом Что-то Копают Видно А не С той Странзнак Поставили Да С моей Интересно Смотрите Такая Разруха Здесь Что-то Новое Стоит Старое Старое Здание Разметку Даже Делают Видно Вырезки Горячий Лаваш Видите Сейчас Тетенька Сказала Что-то Сейчас В декабре Куча народу Будет Сюда Туристы Едут Видно Кто Приезжает Сочи Друзья Отдыхать На Красную Поляну По-любому Еду Сюда В Абхазию На машине Тем более Так что Хороший Тур Получается Здесь Друзья Друзья До новых Друзья До новых Продолжение следует...